Книга открытым оком том 2 тема природа вопрос 869 нарушает ли христианин заповедь не убить убивая животных отвечает Игнатий Тихонович Лапкин заповедь не убить касается только человека но убийство животных человеком это следствие греха Некоторые пытаются избежать этого вегетарианцы которые едят только овощи протестуют против ношения мехов буквально обогатворяют природу это уже настоящее идолопоклонство Пантеизм обожествления природы Премудрость Соломона 13.2 А почитали за богов правящих миром или огонь или ветер или движущийся воздух или звездный круг или бурную воду или небесное светило Премудрость Соломона 12.24 Ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения обманываясь подобно неразумным детям и почитая за богов тех из животных которые и у врагов были презренными Буддийские монахи метут метелкой перед собой и носят повязку на рте чтобы не повредить какое-либо насекомое Люди, мураши и мотыльки, разница какая между ними, однодневки у большой реки непогодою к зиме гонимы Скоротечно мастер дел заплечных на своем пеньке едва присел Сколько усыпил и покалечил Скольких усыпил и покалечил Не минуты за века без дел Осенью желтеющие листья опадают нам напоминая Не успеет человек родиться в саванной пеленке пеленают В этом преуспели в нас болезни, кладбище, аварии, пожары через окна Двери в нас залезли на пеньке, опята на опаре Все изобретения, достижения предоспехов взяли нас в кольцо Ночью днем малейшие движения, и они плюют уже в лицо С кабрезной чесоткою бацилы, оспы, холеры и чумы Чингисханы, Гитлеры, Атилы Сколько же слепых, коллег, мемых Атакуют звери и гадюки в воздухе, в воде и на земле С запада, востока, с севера и юга угрожают Смерть, тяжелый плен, безысходность наполняет разум Оборону в химию ищу, колющее, режущее, рядом Мины на рентгене ищет щуп Неуютно, недопетым песням, изгнанным из рая здесь в гостях Нет болезней в царстве небесном, только бы пенек мой не зачах Игнатий Лапкин, 20 июня 2002 года